Намасте, добрый день, здравствуйте. Сегодня у нас очередное занятие по философии йоги. Сегодня занятие называется «Одиночество». Как всегда, мы сделаем небольшую практику медитации в начале. В 2-3 минут я вам ручлю мантры. Мантра «Харибул, Нитайгот, Нитайгот Харибул». Вторая мантра «Гупала, Гувиндарама, Мадана, Мухана». То есть мы поем, я пою, вы слушаете, потом вы поете. И 2 минуты по философии йоги, простую практику медитации. Харибул, Нитайгот, Нитайгот, Харибул, Харибул. Нитайгот, Нитайгот, Харибул. И 2 минуты по философии йоги. Субтитры подогнал «Симон» 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 в Украине, в России, вы все испытываете, люди, которые живут в этих странах, они имеют одно и то же чувство. Это чувство есть независимо от того, какая национальность тела, личность. Это еще раз доказывает то, что Бог, он верховный Господь для всех живых существ, независимо от рас и национальности. Также независимо от возраста, независимо от пола личности, от пола тела. То есть мы навечно с ним связаны. Мы дух и он дух. Мы живое существо, он верховное живое существо. И причина – мы страдаем. Когда мы говорим о Боге, мы не говорим о старике с большой бородой или же какой-то пустоте, какой-то шаре, безликом, безличности какой-то. Мы говорим о вечно юном живом существе. Господь, в Шримад Бхагава там описано, что он вечно юный. Он любящий, он всепривлекающая личность. Он – причина всех причин. То есть мы не говорим о Боге, о ком-то, что связано сразу у людей с представлением Бога, так это церковь, это свечки. То есть моментально нет образа. То есть у людей, живущих в материальном мире, нам его представили, Бога так, как будто он какая-то субстанция. Просто поразительно, насколько информация, то есть дезинформация у людей, живущих в этом материальном мире. И когда ты говоришь, что причина, почему мы одинокие, потому что мы без Бога, опять это религия. То есть нет информации, брак информации, жуткий брак информации. Хотя информация есть. Информация предоставлена. В ведах очень много есть информации о Боге. Существует литература, которая описывает качество Бога. Это ведическая литература. То есть брака информации нет. Нам нужно изучать. То есть вот она причина одиночества. Также независимо от того, капиталисты, коммунисты, независимо от того, богатые, бедные, вы также испытываете одиночество. Каждый испытывает это чувство. Каждый, хотя бы раз в жизни это имеет. Если у человека этого нет, то говорится, что у него очень-очень большие и большие декоративы. Очень большие декоративы. То есть причина, потому что мы отдельны от него. Мы очень далеко от него. Очень большое расстояние. То есть мы не связаны. Когда муж отдельно от жены, жена отдельно от мужа, отец отдельно от сына, сын отдельно от отца, есть какая-то связь. Когда личность отсутствует, эта связь, то есть это показатель того, что эта связь есть. Если мы испытываем вот это чувство, вот это одиночество, это показатель того, что эта личность, это тоска, она реальная. Что, знаете, как есть, если существует желание пить, значит, вода есть, значит, источник, который позволяет удовлетвориться, удовлетворить эту жажду, существует. То есть если бы не существовало бы источника, то, другими словами, одиночество существует, значит, есть объект, который позволяет удовлетворить эту жажду, эту тоску. И это Бог. Он существует. Это верховная личность. Знаете, даже атеист, он испытывает одиночество. Он говорит, что Бога нет, Бога нет. Почему атеист испытывает одиночество? Потому что он также связан с ним. Как сын, он может не верить, что существует Отец, не принимать, что существует Отец. Но все равно он существует. Поэтому даже атеист, он вечный ребенок Бога, большой такой, бородатый дядька, который Бога нет, Бога нет, он тоже испытывает одиночество. Атеистичные люди испытывают одиночество. И как же в материальном мире живое существо пытается заглушить это чувство? Она пытается наполниться с помощью конечного материального измерения. Она пытается наполнить пустую чашу взаимоотношениями с девушкой, с парнем, с собакой. Знаете, как если люди думают, что вступят в враг и будут иметь семейные взаимоотношения, то они это чувство одиночества заглушат. Нет. Оно просто уменьшится, временно закроется. Просто когда человек несемейный, он будет чувствовать это в большую часть времени. Он больше это чувство будет осознавать. Семейная жизнь закрывает. Мы не говорим, что семья нежелательна и так далее. Мы говорим о том, что чувство одиночества более явно проявлено, когда человек не вступает в враг. То есть тоска по Богу сильнее в этот момент. также если, допустим, человек, муж, допустим, как это бывает у женщины в возрасте, муж умирает, и она должна кого-то завести, чтобы удовлетворить это чувство. Она заводит себе собаку. Можете заметить, как много бабушек заводят себе щенков, заводят собаку. то есть они должны кого-то любить, должны кому-то привязаться. Если нет мужа, если дети оставили их, у них есть свои собственные дети, своя жизнь, и они не приезжают, редко звонят родителям, то родители должны кого-то завести, чтобы любить. Происходит так, что они заводят собаку, но собака не заглушает это чувство. Она также умирает. Попугайчик не заглушит это чувство. Хомячок не заглушит это чувство. Муж не заглушит это чувство. Жена не заглушит это чувство. Люди часто идут к психологу. Психолог начинает им советовать, что сразу у вас есть друзья. Человек говорит, у меня миллионы друзей, у меня полно друзей. А если у вас девушка, давайте я помогу. У меня есть одна хорошая знакомая. Давайте я научу вас. Скажу, как это делать. У меня все было и все есть. Ну, тогда примите таблетку. Вот вам лекарство. То есть сразу идет какая-то химическая проблема. Думают, что тело это мы. люди в материальном мире считают, что современная наука, материалистичная наука, знания, материалистичное знание, считают, что тело это мы. То есть прими лекарства. Что-то не в порядке с твоим мозгом. Что-то не в порядке с иммунитетом. Что-то не в порядке с нервной системой. то может недостаточно работает хорошо надпочечники. Слабо выделяется адреналин. Или же иммунные клетки плохо обучаются в тимбусе. То есть гипоталамус, плохая иннервация идет для внутренних органов. То есть вам надо съесть таблетку, чтобы эта иннервация была лучшей. Или ваш аксон, нервный импульс, то есть миелин это ткань, которая связывает один нейрон с другим. Она с помощью различных каких-то событий в жизни стала тоньше. То есть этот белок миелин его надо сделать более толще. То есть надо есть побольше витаминов, заниматься спортом. И тогда иннервация будет быстрее, вы будете быстрее соображать и у вас не будет чувства этого. Вот вам лекарство. То есть объясняют каким-то образом с помощью химических веществ эту проблему. Думают, что это решение. Может быть, как помню, одна женщина сказала, что наверное те люди, у которых есть это чувство у них не было в школе друзей, либо действительно у них было тяжелое детство. Решение какое-то физическое, преподносит нам это чувство, как будто это плохо. Я за это имею в виду. Об этом говорю. Что одиночество это неплохо. одиночество это тоска по Богу. Это жажда Его. И оно может быть такой двигательной силой к Нему. Как бы движением к Нему. То есть потоком это чувство может приближать вас к Нему. То есть это тоска. Это как спасательный круг. Вам кидают спасательный круг. это не является чем-то плохим. От этого нельзя избавиться. И не нужно от этого избавляться. Я имею ввиду думать, что это плохо. Думать, что это каким-то образом вредит живому существу. Нет, это естественное состояние. А говорить о том, что это плохо и нам нужно избавиться от этого чувства. Говорить о том, что это каким-то образом вредит нам, это невежество. Говорится, что если у человека нет этого, он настолько далеко от Бога, настолько сильно страдает, что он его настолько сильно забыл, что сейчас испытывает себя хорошо без него. Он настолько погряз в иллюзии, он настолько погряз в ложном телесном отчислении, думая о себе, как о теле, думая о себе, как о подъемном кране об этой машине, которую он видит в зеркале, и наслаждаясь с помощью чувств этой машины, он думает, что он будет счастлив. Если этого чувства нет, это говорится о том, что у него жуткие жуткие проблемы, очень глубокий духовный вакуум. Одиночество это неплохо, это спасательный круг. вам идет напоминание, напоминание, какое будет одиночество в момент смерти. Если человек всю жизнь отождествлял себя с телом, он уже, когда он будет уходить, он уже не будет чувствовать контакт с этим телом. контакт все меньше, 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 это маленькая капелька одиночества в этом мире, это маленькая капелька, что он будет чувствовать, какое чувство одиночества он будет чувствовать в момент смерти, когда он лежит на смертном Андре, он лежит в постели, его разрывает это чувство, это ощущение, я одинок, у меня нет ничего, Он теряет запахи. Эти органы чувств, от которых он получал счастье в этом мире, уже явно отсутствуют. То есть он уже не такие сильные, человек уже не может испытывать эти вкусы, эти взаимоотношения, родственники, друзья, знакомые, все это уходит. Человек, другими словами, испытывает жуткую-жуткую боль. Обоняние, осязание, чувство вкуса уходит. Временное, то, что соединяло его с этим телом, уходит. Он испытывает очень большой страх, очень большую пустоту без Бога. Но если он в течение жизни развивал с ним взаимоотношения, если он помнил его, то Господь забирает его назад. Господь приходит и забирает. Он чувствует связь с ним в течение жизни. Он чувствует связь с ним в момент смерти. И уже нет одиночества. Он знает, куда он идет. Он испытывает счастье. Он чувствует присутствие Бога. Когда он уходит с этого мира, он чувствует, что Бог рядом. Когда он живет в этом мире, он чувствует, что Бог рядом. И когда он уходит с этого мира, он чувствует, что Бог рядом. То есть он уже не прилипает к родственникам. Он не прилипает к своей жене. Он не прилипает к своему мужу. Он понимает, что да, пришло время уходить к тебе, то есть к Богу. У него есть связь, у него нет пустоты. А материалистичный человек, тот, кто повелся на предложение психолога, на предложение материалистичных людей, съешь таблетки, либо заведи себе подружку, либо заведи себе друзей, он не решил проблему. Он уходит. Он уходит с жуткой болью. Он живет с болью, и он уходит. То есть, это маленькая часть, крохотная частичка, крохотное чувство, одиночество. В момент смерти превратится в большое, громадное чувство одиночества, которое невозможно будет преодолеть. Пока мы в течение жизни не развиваем любовь к Богу, в момент смерти это все всплывет. Мы либо будем плавать в полнейшем-полнейшем гамне, в мыслях, которые окружают нас, либо мы будем находиться в ложе из роз. Мы будем с Богом. Некоторые люди говорят, что решить проблему одиночества – это слиться с нирваной, то есть объединиться, то есть выйти в эту пустоту. То есть рисуют, что Бог – это как что-то безличное. И цель жизни – это просто раствориться в этой пустоте, раствориться в этой нирване. То есть поднять жизненный воздух по чакрам в результате кундалини и выйти в Брахман. То есть рисуют, что у Бога только один аспект, его безличный. У него еще есть личностный аспект. Но безличный аспект не удовлетворит. Гирвана – это все равно, что вылечить болезнь, убив пациента, избавившись от пациента. Врач приходит, пациент говорит, доктор, мне так плохо, помогите. Врач достает аптечку, открывает аптечку, достает пистолет и выстреливает в этого парня. Вот так он лечит. Нирвана – это напоминает убийство, духовное самоубийство. Почему? Потому что там нет взаимоотношений. Рано или поздно личность должна вернуться, и они возвращаются. Потому что йоги – это знают имперсоналисты йоги. Они должны вернуться, и они возвращаются. И почему они возвращаются? Потому что нужны взаимоотношения. И они уже имеют взаимоотношения с своими последователями. Они начинают придумывать, что я – это Бог, и я забыл об этом. Там нет взаимоотношений. Это пустота. А для нас, даже и для имперсоналистов, чувствуют одиночество. Личность, которая в нирвану входит. Это как наркотик. Героин. Или другой какой-нибудь наркотик. То есть человек временно какую-то вспышку чувствует, и все. Вот он снова возвращается вниз. Это не удовлетворяет. Поскольку для нас естественно иметь с Ним взаимоотношения. И когда мы не с Ним, даже если мы навременно пытаемся слиться с Его сиянием, всю жизнь йог тратит, сидит в лесу, в горах, в Тибете, начинает медитировать, противовать пранаяму, поднимать кундалини, энергию, он все равно будет одиноким. Это не решит проблему. Поскольку для нас естественно жить с Ним, иметь с Ним личностные взаимоотношения, дружить с Ним. Так много людей хотят стать буддистами. Забыться от проблем, забыться от личности. Все это решить. Не получится. Все равно этот духовный вакуум будет. То есть одиночество – это лекарство на самом деле. Лекарство, которое спасает пациента. Это мир, это больница определенная. И мы лечимся. Это чувство одиночества служит лекарством. Это чувство одиночества – это тоска по безопасности. Бог дает нам эту безопасность. Когда мы с Ним, мы в безопасности. Когда мы не с Ним, мы в опасном, опаснейшем положении. В очень опасном положении. И человек может спросить, я помню, у меня был такой случай, когда я только начал заниматься медитацией, буквально 14 лет назад. И рассказал своему школьному другу про этот процесс. И он говорит, что можно стать эгоистом, если развивать любовь к Богу. После этого случая никто мне такого даже не говорил. Это единственный случай, который был. Я так проанализовал, почему он так думает. Он думает, что это значит, что я и Бог, а всех остальных нет. Есть такое представление, что ты будешь эгоистом, если ты будешь развивать любовь к Богу, а другим живым существам не будешь. Таким образом. Нет, это не так, что ты и Бог, и все, а других нет. Нет, это ты, Бог и другие. Мы все взаимосвязаны. Наши взаимоотношения с другими не прекращаются. В материальном мире мы с ними живем, и мы помогаем друг другу помнить Богу. Наоборот, это очень хорошо, когда мы общаемся с другими. Но общение должно быть не материальным общением. Я имею в виду, как дела? Ну, хорошо, что ты сегодня делал? Да, ну, классно, круто, я провел время. Слушай, ну, замечательно, я там, это, пошел, друзьями пиво попил, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Там нету этого, там нету взаимоотношений, там нет глубины, разговор ни о чем. Абсолютно ни о чем. Взаимоотношения с другими – это желание помочь друг другу узнать Бога. То есть у нас нет какой-то определенной организации, там, сект и так далее. Куда можно вступить. Но есть общение с людьми, которые так же, как и мы, развиваем любовь к Богу. И общение желательно. Когда мы общаемся с другими и прославляем Бога, стараемся друг другу помогать таким образом. Это желательно, это необходимо в духовной жизни. У нас есть семейные взаимоотношения. Как мы помогаем друг другу помнить Бога. Говорим друг другу, помогаем друг другу. Говорим, прославляем его. Повторяем вместе мантры, совместные медитации практикуем, которые также связаны естественным образом. Это и есть Он. Медитация неотлична. Медитация на мантры неотлична от него. Таким образом, наша тоска к Богу, она не прекращается. Она увеличивается, она растет. Наше желание узнать его растет. И она растет больше, больше и больше. И это начинает удовлетворять. Трудно это понять материальным умом. Как это? Но это существует, это есть. Это удовлетворяет личность. В материальном мире, если жена ушла от мужа, все, или уехал муж куда-то в командировку, жена чувствует себя плохо. Это больно. А в духовном мире это как описывается, как пить сироп из сахарного тростника. Он очень вкусный. Люди, которые пили его, они скажут, что это очень-очень вкусно. И в то же самое время это очень больно. Потому что он горячий. Он вкусный, но ты не можешь его пить. Потому что он горячий. И одновременно ты не можешь прекратить его пить, потому что он очень вкусный. То есть, духовная жизнь, это развитие этой тоски по Богу. И потом, когда ты уходишь с этого мира, ты чувствуешь счастье в единении. В этой жизни, счастье в разлуке. Когда ты выходишь с этого тела, Господь забирает тебя, ты чувствуешь счастье в единении. Поэтому тоска, это не плохо. Это хорошо. Это спасательный круг. И как увеличивать эту тоску? Другими словами, как развивать любовь к Богу, желание узнать его, и помнить его, это медитация. Харибол не тайгор, не тайгор Харибол. Это те мантры, которые мы делаем в час. Ну, давайте сейчас минутки две попоем. Плюс все положительное, все, что в них есть, спокойствие, удовлетворение, все развивается. Параллельно с этим идет все, что нужно для души. Харибол не тайгор, не тайгор Харибол. Харибол не тайгор, не тайгор Харибол. Тебе Харибол не тайгор. Харибол не тайгор, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok